Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. Трудно поверить, что еще несколько дней назад этот дом был целиком и полностью готов к новоселью. Сейчас вместо панели обгоревшие стены, а вместо пластиковых окон осколки. Их ставили 12 декабря, а 16 в пустом доме произошел пожар. Предположительно или замыкание электропроводки, или поджог. Мы приехали, пожарники уже работали. Тоже как бы ничего не горело, но то, что они с крыши последняя заливали водой, то, что дым оттуда шел, чтобы потом возгорания больше не было. Марина даже не может назвать сумму ущерба. Она все делала своими руками. И гипсокартоном стены обшивала, и штукатурила, и землю оформляла. Единственное, чего не успела, так это застраховать жилье. Какую бы версию ни подтвердили в дознании, ни копейки компенсации. Единственное, в чем им повезло, дети в момент пожара были у бабушки. Здесь сегодня и живет вся семья Лалац. В руках у маленькой Люды ее любимая кукла. Остальные игрушки сгорели. С одеждой для детей помогли соседи и знакомые. Так же, как и с учебниками и книгами для школьника Вовы. Марина собирается силами для нового рывка. Первое, да, надо перекрыть крышу мне. Вот это первым делом. Потому что сейчас как бы, сейчас то, что снег, вот это все, это самое. У меня то, что будет, все будет на полу. Полы, то, что, которые здесь, наверное, там еще как более-менее, я их как бы сохранила. Вот, я хочу как бы это вот сначала с крыши все начать. Ну, потом по возможности буду покупать гипсокартон, то все буду там опять все сама делать. Мне помощи, по-моему, не ждать ниоткуда. Остатки стройматериалов прямо перед домом. Деньги на шифер уже собраны. Также спасибо соседям. А впереди второй дубль ремонта и строительства жилья.